Масалятум хамеса гусалятумнаджаса То есть, что такое гусалятумнаджаса? Как это сказать? Допустим, воду вылили на место Там же образовалась теперь вода Так или нет? Да, смесь как бы воды и мочи Вот это называется гусалятумнаджаса Понятно? Гусалятумнаджаса, то есть, вот эта смесь той воды, которая образовалась на джасу Она наджис или тагис? Допустим, ты побрызгал на это место и эти брызги на тебя попали Так, теперь в этой одежде можно намасшедить? Гусалятумнаджаса на тебя попало Понятно? Вот этот вопрос разбирается Гусалятумнаджас или тагир? Понятно? Говорит халал-хафз ибн-хаджир в шархихе на хадисе на арабе То есть, ибн-хаджир говорит во время шархина этот хадис про бедуина этого В этом хадисе Довод на то, что гусалятумнаджаса То есть, вот эта смесь, так которая попала на землю чистая Так Почему? Гусалятумнаджаса И говорит, присоединяем к этому хукму также ту воду, которая не попала на землю Не знаю, что вам хочется сказать Сейчас поймем дальше Гусалятумнаджаса 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 Потому что та вода, которая попала сейчас на землю То есть, смешалась с мочой И стала смесь Не просто вода Стала вода и моча И раз Не пришло ничего Что эту землю Перенесли Так или нет? То есть, не пришло же, что землю выкопали И также мы знаем, что пророк хотел очистить это место Цель его была очистить Остается только Как сказать Придти к выводу, что Это место значит стало чистым И эта смесь чистая Так или нет? Почему? Потому что если бы Сись была надзаза Не было бы толку туда воду лить Так пророкъ там не приказал бы лить А приказал бы вылить И выкинуть эту землю Или приказал бы просто Выкинуть эту землю Так или нет? А раз пророк Сockey хоть реализация И приказал больше Из 가지고 ничего И не приказал, чего не灾ать Соответственно, эта смесь Становится чистой Почему врать? Потому что вода chínhее чем Вода сильнее чем надзаза Понятно? Вода побеждает надзаза И если эта жидкость, которая образовалась на земле, является чистой, то то, что отделилось от нее, тоже чистое. То есть то, что попало тебе на одежду. Так или нет? Почему? Потому что нет никакой разницы. Это то, что эти брызги, которые у тебя попали, они есть из этой лужи, так или нет? Это то же самое. Почему? Потому что некоторые говорят, что эта вещь чистая. Но если брызги попали, то эти брызги уже грязные. Почему? Потому что их мало. Понятно ли нет? А этого много, допустим, делать разницу. Мы говорим, нет, эти брызги пошли из этой чистой воды, так или нет? То есть они же часть этой воды. Если эта вода чистая, соответственно, ее часть тоже чистая. Но это, естественно, не означает, что надо, что, так сказать, брызгать так, чтобы на тебя попадалось. Потому что это все равно вещь Мустафа Зарта, так или нет? То есть ративная вещь. Все равно надо, что, остерегаться этого. Культу, говорит, шейх Мухаммад, издан, фиазил масала саласату ауджи хэнда шафиева аль-ханабеля. То есть в этом вопросе три мнения у шафиевцев и ханбалитов. И правильным является то, что упомянул Махаджир. Но мы сейчас говорили о том вопросе, в котором есть ли эти капли, которые брызнули тебе на одежду, так? Если эти капли неизмененные в свойствах. Понятно ли нет? То есть, допустим, воды вылили так мало, так мало так, что вода, которая брызгала, осталась на цвете мочи, например, или на вкусе, или на запахе мочи. Понятно ли нет? То есть вода не победила на одежду. А если вода победила на одежду, тогда вот это хляв, тогда вот это масаля. А если вода не победила начальство, и то, что брызнула, начальство, не превратилось в воду, осталось на своих качествах, моча и так далее, цвет, запах, тогда говорит, «абмаидай инфасалит мутагайера». Если говорит она, что как брызнула, так брызнула, мутагайера измененная, то есть имеется в виду не бесцветная, не без вкуса, не без запаха, то есть измененная вкус, цвет, запах, так, в сторону мочи, например. А есть наджиса, то она является наджисом, били джима, согласно достоверному мнению всех мусульман. Накали ладжима, ан-намов, шах-муслым, передал эту джима имаму-н-наву, о ибнахудама в своей книге аль-Могум. Понятно ли нет? То есть что получается? То есть гусалит ун-наджас является чистой, если воды вылили достаточно, чтобы ушел свет, вкус, запах этой мочи. Так или нет? То есть можно было сказать, что это вода, неизмененная в своих свойствах. И соответственно, то, что из нее брызнуло, то же самое. Потому что это приводит к лас-васам людей, так или нет? Допустим, вылил ведро воды на малое количество мочи, и это брызнуло на тебя. То есть брызги попали на тебя. Человек получается на лас-вас, говорит, о, Суханал, это начис или не начис, и так далее. Понятно ли? Мы говорим, что ведро побеждает малое количество, так или нет? Поэтому что это не нанос, можно в этом читать на массу. Однако, если воды вылили мало, так, и моча не изменилась от этого, тогда что? Тогда это начис. Продолжение следует...